Привет друзья! Хозяйкам на заметку. Часто бывает так, что в гостинице махровое полотенце мягкое и пушистое, а дома на ощупь словно наждачная бумага. Чтобы такого не происходило, нужно соблюдать несложные правила стирки. Так удастся избежать пересушивания и продлить срок службы махровых изделий. Главное правило, которое нужно запомнить – махровые вещи ни в коем случае нельзя стирать с добавлением стирального порошка. В противном случае вы рискуете получить колючее и неприятное полотенце. Вернуть махровые ткани прежние свойства будет непросто. Лучше всего справиться с задачей гель для стирки. Он деликатно очистит полотенце. Старайтесь не класть в машину полотенца с другим бельем. Лучше всего собрать за неделю только махровые изделия и постирать их все вместе. На полную загрузку нальете 100-120 мл геля. Избегайте и использования бальзама кондиционера. Под его воздействием махровая ткань теряет способность быстро впитывать влагу, и таким полотенцем просто невозможно будет вытереться. Чтобы тщательно отстирать и смягчить ткань, добавляйте при загрузке вещей в барабан несколько столовых ложек поваренной соли. Если переживаете, что соль может навредить механизму стиралки, то можете предварительно замачивать в тазу полотенца на пару часов в солевом растворе, а после стирать в машинке в обычном режиме. И еще несколько советов. Стирайте в режиме повседневной стирки при температуре 60 градусов, но снизив отжим до отметки 400. Обязательно добавляйте дополнительное полоскание. Закидывайте в стиралку специальные резиновые шарики. Они распушат ворс, полотенца будут более воздушными. А чтобы полотенца разного цвета не полиняли, не забывайте класть специальные салфетки. Их можно найти в магазине или сделать самостоятельно. Важно сушить полотенца на балконе или на сушилке, но ни в коем случае не на батарее. Сухие полотенца не гладьте, как бы вам этого не хотелось. Помните, что утюг – враг мягкого ворса. Многие хозяйки задаются еще одним вопросом. Что делать, если полотенца стали пахнуть сыростью? Справиться с этой проблемой поможет проверенный годами народный метод. Но это тема следующего ролика. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.